Мы достаточно, да, поприветствовали? Да. Ну, значит, артисты — это домашняя группа, да? Это домашняя группа, название которой, кстати, Сирия, да? Да. Всё, я передаю. Дорогая церковь, мы подготовили для вас маленькую миниатюру, просьба отнестись с пониманием, долей юмора. Мы ни в коем случае не хотим никого обидеть, никого задеть. Все персонажи, диалоги вымышлены. И если вдруг любые совпадения, они случайны. Приятного просмотра. Здравствуйте. Это здесь происходит распределение грешников по котлам? Да, да, здесь. А вы что, новенькая, что ли? Да, вот меня распределили к вам. Ну, наконец-то. А то всё один, да, один. А у вас документы какие-то при себе имеются? Принесли что-нибудь? Да, 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 конечно. Вот мой паспорт. Так. Так, моя личная карта. Так, хорошо. Диплом об образовании. О, красный, ничего себе. Так, а свидетельство о рождении, может быть, есть у вас? Да, 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 вот, конечно, есть. Так, хорошо. Так, ну, страховка вам здесь уже не понадобится. Так, а налоговый номер принесли? Да, 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 конечно, вот всё здесь. Так, отлично, отлично, хорошо. Так, а может быть, вы взяли свои доклады, рефераты, лабораторные работы какие-нибудь? Да, 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 всё взяла. Вот. Ух ты, отлично, отлично. А может быть, вы и дипломный проект писали, защищали его? Да, защитилась в 1976 году и вот захватила случайно. Ах, какая вы молодец. Так, а может быть, у вас ещё и грамоты имеются? Конечно, вот, держите. О, за самодеятельность. А рекомендации у вас имеются? Да, конечно, от самого главного. Ух ты, отлично, отлично. Скажите, а зачем вам всё это нужно? А вы что, разве не знаете? Мы же всем этим котлы здесь топим. Ну, что надо делать, я готова. Ну, здесь всё просто. Так, вот, берите папочку. Вот, смотрите, у вас здесь список грешников написан. Мы их просто распределяем по котлам. Вот, кому какое наказание написано, вот, в тот котёл в соответствующий мы и распределяем. Ага, да, ну, вроде всё понятно. Ну, давайте я вам, наверное, в самом начале подскажу, чтобы вы сориентировались и не терялись. Читайте, кто там у вас написан? Ну, вот люди, которые стоят на кассе и говорят, а, пакетик не надо. И когда в конце уже всё отбили, они говорят, а давайте. Ага, а в какой котёл тех, кто, приходя на богослужение, садятся у входа и не проходят в зал? И в итоге у входа толпа, а в зале много свободных мест. Этих, ну, давайте, наверное, их в самый последний котёл. Вот туда у нас мало кто доходит. А что делать вот с этими гражданами, отдыхающими туристами, которые носят в жару носки с сандалями? Их надо напоить холодной водичкой и отпустить. Как? Просто отпустить? Ну, не можем же мы сюда взять и привезти половину золотых песков. А скажите, вообще, по какому принципу происходит распределение по котлам? Ну, вот смотрите, вот первый котёл, он такой самый такой лёгенький. Вот туда можно, например, отправить тех, кто вот на домашке не скидывался на пиццу, но в итоге съел больше всех. Вот. А последний котёл, вот он вот совсем для самых отбитых грешников. Понятно, понятно. А в какой котёл тех, кому всегда холодно, но они садятся у окна и не дают открыть, чтобы проветрить в зале? А, этих? Ну, тут надо подумать. А давайте, наверное, их в третий котёл отправим. Да, там им нормально будет. Хорошо, да. А вот этих, кому зимой не холодно, и они садятся под обогреватель, и им жарко, и просят его выключить? А, антагонисты. А давайте их для баланса тоже в третий котёл. Там, может быть, хоть там они обретут гармонию. Хорошо, да. Вот у меня вопрос. А в какой котёл тех, которые на вечере хвалы не любят барабаны, но садятся у колонки и просят сделать потише? О, ну вот здесь непростой выбор. У нас же здесь везде громко от вопли и криков. Предлагаю их во второй. Там ещё не так громко, как в самом последнем. Так, а веганов куда? А их так за что? Ну, они так настойчиво читают лекции о вреде мяса, что иногда даже аппетит пропадает. Погодите, таких же нельзя ни варить, ни жарить. А пусть они вот между котлами, вот возле огонька, так потихоньку себе вялятся. Им достаточно будет. Хорошо. Вот тут у меня дилемма. В какой котёл тех, кто везде и всегда опаздывает? О, ну к нам сложно опоздать. Обычно всегда к нам все прибывают вовремя. Ну, давайте, наверное, попробуем их в первый котёл. А если уж и здесь они вовремя не придут, то придётся распределить уже по факту их прибытия вплоть до последнего, до седьмого котла. Так, спокойно там, я только спросить. Так, а вы к нам с чем пожаловали? А, здравствуйте, я, походу, опять опаздывала и дверь перепутала. А, так вам сюда, в самый первый котёл. Пожалуйста, проходите. А вы быстро учитесь. Вежливая такая, учтивая. Здравствуйте. О, Савелий Филимонович. Так, а что тут у нас на вас есть? Так, помогали пенсионерам, детскому дому. Какой вы молодец. Даже продукты нуждающимся покупали за свой счёт. Даже жене ни разу не изменили. Вырастили четырёх детей, один из них приёмный. Даже мусор дома раздельно собирали и сортировали. И в церковь ходили. Погодите. А вы как к нам-то попали? За что у вас к нам-то? Так я это, в церковь-то ходил. Так, лавку погреть. Так, значит, свой шанс вы упустили. Ну, проходите. Располагайтесь. Так, ну кто там ещё у нас? Кто следующий? Кто у нас там? Иисус, сын Давидов? Зачем ты к нам? Ты же здесь уже был? Все эти люди, чьи дела у вас на столе, имеют право на адвоката. Это я, как сказано в Писании. Если же кто согрешит, у нас есть пред Отцом заступник, Иисус Христос. Он праведен, и Он сам искупительная жертва за наши грехи. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Все ошибки, грехи моих братьев и сестёр, все человеческие осуждения и оценки я искупил. И каждый, кто верит в меня и принимает меня как своего спасителя, я приглашаю к себе на небеса. Вот его, её. Кому в церкви холодно или жарко? Или, может быть, кто любит прославление погромче или потише? Неважно, у кого какие предпочтения в еде, в одежде или способе молитвы. Всех своих я забираю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Иисусу! Давайте попросим всех артистов выйти на поклон. Всех артистов. Всех артистов давайте попросим. Да, без рогов уже. Давайте их бурными аплодисментами поприветствуем. Аллилуйя! Ура! Спасибо большое! А сейчас давайте...